для новичков я бы в первую очередь рекомендовал конечно сузить скажем так круг поисков интересных возможностей для торговли в частности например это либо форекс либо это акции как cfd на акции ну опционы конечно и фьючерсы или крипто это уже немного сложнее там все намного быстрее происходит значит также крайне важный момент заключается в том что вам нужно очень правильно подойти к выбору брокера и выбору потом соответствующей бирже значит для торговли будь это форекс будь это акции все остальное нужно десять раз подумать над тем кому доверят свои кровные деньги перед тем как вы например ну вот вы рассмотрелись фильмов или посмотрели ютубчик и так далее и решили поторговать где-нибудь будет это форекс будет это криптовалюта и все остальное но если это криптовалюта то здесь вообще лотерея плане того что вы абсолютно никак не защищены законом ну может быть парочку мест где это бирже типа американские там и там буквально на пальцах одной руки можно посчитать но или покупать продавать там этот bitcoin эфир фьючерсы на чикагской бирже это одна история вот что же касается простых скажем так рынков и с небольшим порогом входа то это конечно форекс брокеры но здесь очень важно не попасть скажем так в кухню очень большое количество форекс брокеров обманывают сейчас форекс брокеров больше 300 насколько я так помню и поэтому глядя на сайт какого-нибудь интересного брокера с красивым лендингом то есть со страничкой однодневка скажем так крайне важно задать себе ряд вопросов а именно сколько лет на самом деле брокер существует на рынке какие у него есть лицензии разрешительные документы как вообще застрахованы ваши риски и ответственность то есть если вдруг брокер завтра исчезнет то как то вам компенсирует его исчезновение также нужно внимательно посмотреть на спреды комиссии и торговые условия ну также очень важно это размер минимального депозита если вы например новичок и вы не готовы торговать в интерактив брокерс где от вас для торговли акциями потребую 25 тысяч долларов на счету вы таких денег никогда может быть в руках даже не держали то тогда рекомендую вам обратить внимание например в компании герчик энко не так давно был открыт новый счет специально по вашим просьбам и именно для того чтобы новички могли как раз поторговать попробовать после того как вы скачали ухты как поехал еврофунт как вы сайта скачали например торговый терминал установили его опять же по инструкции вы легко и просто можете внутри вот здесь вот открыть например счет либо демо либо реальный либо внутри из личного кабинета ну предположим даже отсюда мы возьмем демо счет откроем тут создать создать указываем потом свои данные и в результате у вас получается вот демо счет как у меня здесь у вас будет там виртуально то количество денег как вы захотите там 10 тысяч миллион миллиард сколько вы укажете ну а дальше я вам посоветую конечно изучить сам интерфейс вот здесь вот для того чтобы разобраться с этим терминалом также вы в принципе можете торговать прямо таки в один клик то есть вот прям здесь как супер трейдер вот тут купить например но согласившись с этими всеми условиями ну вот вот так вот вы например такой вот здесь вот купили там где-то стоп лосс поставили так профит где-то поставили вот например примат мышка перетаскиваете все легко и просто там вот купили потом вот взяли продали потом еще чего-нибудь в общем нафантазировали нафантазировали инструментов смотрите вот здесь сбоку большое количество символов так называемых если вам их не хватает то вы можете вот тут добавить себе тарел выбирайте правильного брокера выбирайте правильный тип счета где за недорого вы можете попробовать ну а после того как вы примерно определитесь с тем что вам интересно будь это форекс будь это акции будь это криптовалюты то сконцентрируйте свое внимание на именно на обучение на обучение и на youtube канале герчик инко здесь огромное количество материалов которые вы можете использовать и за бесплатно но если вам покажется что этого недостаточно ну тогда бегом учиться либо у меня либо александр михайловича герчика по крайней мере в этих двух людях я уверен и могу их рекомендовать себя и его первое что вам нужно постараться при торговле на себя фактически вот на финансовых рынках это действительно психология это очень сложно потому что вы торгуете вы теряете деньги и вы только в кино наверное вас получается зарабатывать каждый раз открывая сделку только в кино так бывает на самом деле вы будете скорее всего терять но даже следуя системе и открывая сделки соотношением например три к одному вам достаточно будет совершать всего лишь три сделки из десяти чтобы по итогу уже зарабатывать деньги но только нужно скажем так за открывать сделки в правильном месте и закрывать их тоже в правильном месте ну и немаловажный момент или недостаток трейдинга это то что никто вам не дает никаких гарантий что если вы зарабатываете сегодня что вы будете зарабатывать завтра как если же вы ходите на завод или в офис где у вас есть начальник который скажем так за вас думает вам обеспечивает зарплату вашу занятость у вас некоторая стабильность есть когда же вы торгуете на себя то тут со стабильностью намного все сложнее и соответственно вам ну нужно рассчитывать только на себя и на свои знания и поэтому приходится учиться я например тоже хоть и трейдер хоть и программист но периодически читаю книжки и на ютубе разные ролики познавательные смотрю и когда появились криптовалюты я них вообще ничего не знал вот это до шестнадцатого года пришлось разбираться и я понял что это интересный виртуальный актив на котором можно зарабатывать то есть диверсификация который необходимо вам делать вас немного как бы застрахует от их рисков с которыми вы связаны поэтому с одной стороны это свобода с другой стороны отсутствие стабильности которая в трейдинге присутствует ну и также конечно вы правильно здесь писали что риски потерять деньги что нужно новичку первые шаги выбрать правильного брокера рекомендую герчик энко здесь вас не обману здесь хорошие торговые условия второе попробовать торговать разные рынки для новичков я бы рекомендовал не опускаться ниже дневного таймфрейма то есть кнопочка d1 для вас должна быть единственная в терминале дальше в третий шаг вести статистику чтобы понять получаются вас торговать форекс или вам нужно на что-то другое замахнуться четвертое проанализировать свою статистику и пятое внеся изменения дальше торговать и опять вести статистику и так далее и если вы увидите что вы катитесь под откос тогда вперед учиться не верите мне или герчику научитесь у каких-то гуру трейдеров в интернете которые вам будут рассказывать по маржинальной зоны про фибоначи проганов про фигуры фигуры там технического анализа и все остальное если вы верите вперед к ним я верю в другое я верю в график и в то что вижу там ну и в определенную логику этого движения